К другим темам. Митрополит Мурманский Мончегорский Симон совершил чин освящения храма Святой Великомученицы Варвары, небесной покровительницы всех горняков. Церковь возведена в городе Кировске на промышленной площадке добывающего предприятия «Апатит» Кировского рудника компании «Фосагра». Эльвира Гордеева расскажет подробнее. Казалось, еще совсем недавно этот однокупольный бревенчатый храм Святой Великомученицы Варвары, увечанный святым распятием, был только в планах компании «Фосагра». Одним из нескольких подобных проектов, направленных на укрепление духовности среди своих сотрудников. Чин освящения закладного камня в его основании в августе 2016 года совершил святейший патриарх московский Евсия Руси Кирилл во время первосвятительского визита в Мурманскую метрополию. Спасибо, Господи, люди Твои, и благослови настояние Твое. Во внимание к помощи русской церкви компания «Фосагра» святейшим патриархом была награждена орденом святого благоверного князя Даниила Московского первой степени. С момента освящения закладного камня прошло немногим более года. Ровно столько времени потребовалось, чтобы Варваринский храм построить и оснастить его всем необходимым для богослужебной жизни. Новый возведенный Дом Божий не только украсил территорию Кировского родника, но и стал его духовной доминантой. В канун Рождества Христова для совершения чина освящения храма во имя святой заступницы Горняков сюда прибыл митрополит Мурманский и Мончегорский Симон. Новый храм небольшой, всего 56 квадратных метров. Желающих попасть сюда на первое праздничное архиерейское богослужение, было в разы больше возможностей Варваринского храма принять их под своим сводом. Руководство компании «Фосагра» распорядилось вокруг церкви возвести временное отапливаемое шатровое сооружение с деревянным настилом и организовало доставку людей из Апатитов, Кировска и окрестных поселков специальными автобусами. На нескольких плазменных панелях в шатрах шла трансляция богослужения из храма для большинства людей, кто в сам храм не попал. В новоосвященной церкви Владыка Симон обратился к присутствующим церквепастерским словам. Вот здесь, на производстве, в городе Кировске, в Рождеству Христово такой нам Господь дали дар, и мы дар Господу, жертву свою принесли. Нелегко он достался. Нам и путь у этого храма особый. И можно сказать, что святая Великомученица Варвара, она пришла сюда, и конкретно на территорию предприятия. Она пришла со временем, не так сразу захотелось. И потом с большими такими препятствиями, перипетиями. Вот. Но здесь, именно здесь она востребована. Действительно, сотрудникам Кировского рудника, профессия большинства из которых связана с ежедневным риском, крайне необходима духовная поддержка. Возможность прийти в храм, возжечь свечу, помолиться своей небесной заступнице, святой Великомученице Варваре. Очень хорошо, что построили такой храм, что теперь наши мужчины имеют возможность идти, помолиться перед работой, после работы. Чтобы Боженька храняла, Великомученица Варвара храняла всех. По благословению владыки Симона, богослужения в Варваринском храме на Кировском руднике пока будут совершаться один раз в неделю, по будням. Как, впрочем, в еще трех новых заводских храмах, построенных компанией ФосАгро на своих промышленных площадках в Вологодской и Мурманской областях. Продолжение следует... Продолжение следует...